Всем привет из белорусской деревни. Трава не скошена, кругом кавардак, а все потому, что на данный момент я плотненько занимаюсь ремонтными работами в доме. И сейчас я вам это все покажу. И вот так на данный момент выглядит наш холодный коридор. Стены окрашены, на полу сделана стяжка, ну и естественно сделан теплый откос. Подоконника нет, потому что мы решили, что все-таки подоконник мы здесь не делаем. Вместо подоконника укладываем плитку, такую же, которая будет на полу, но она будет выпирать за стену где-то на полсантиметра, чтобы не цепляться за углы этого подоконника и не травмироваться. Дальше, конечно же, мы установим двери, но для этого еще всю эту краску нужно покрыть фасадным лаком, чтобы краска стала намного крепче. Почему такой цвет, расскажу об этом чуть позже, а сейчас расскажу вообще в целом, что на этих стенах я делал. Те, кто за нашим каналом следит, в курсе, что эти стены я не штукатурил, они вот как есть обычный блок. Я просто какие-то ямки подровнял, подровнял возле проемов, чтобы дверная коробка стала нормальной, точнее не коробка, а обналичка, как бы было красиво. Ну, а в целом, стены какие есть, такие есть. Здесь, когда вечером заходишь и светит свет, на краске видно все неровности, которые есть. Но это меня не страшит, потому что это холодный коридор, и тут идеального качества мне не нужно. Стены я делал просто. Ну, опять же, может для кого-то просто это просто в стены покрасить. Ну, для меня просто это подровнять ямки, на стенку нанес стеклосетку, для того, чтобы минимизировать количество разных трещин и изъянов. Эту сетку несколько раз перетянул и сверху сделал декоративную штукатурку. Штукатурку я опять же тестил, просто вот захотелось и так попробовать. Такую же декоративку я планирую делать у себя на фасаде. Почти все стены, кроме двух стен, это на входной зоне, там чуть что-то придумаю более красивое. А остальные стены, в принципе, очень удобный, быстрый и хороший вариант. Как она делается, сейчас вам, конечно же, об этом расскажу. Для этой декоративной штукатурки можно использовать любой плиточный клей, даже самый дешевый. Но так как у меня оставался клей для сетки, его я и буду использовать. Добавляем воду и разводим. Сам раствор делаем более жидкий, но не такой прям, как вода, чтобы стекал, а примерно, как густая сметана. Далее берем обычный валик, опускаем его в этот раствор, хорошенечко так его мочим в растворе. И этот раствор с помощью валика наносим на стену. Наносить я старался в одну сторону, или вверх, или вниз. Но, как мне показалось, что вверх работает намного лучше. Кстати, если валик перевернуть наоборот, то, наверное, будет вниз. Но скажу одно, что валиком нужно водить в одном направлении. Или вверх, или вниз, или вбок. Я делал, например, снизу вверх. Наносим этот раствор на всю стену. Она у меня примерно 6 метров. И времени, пока раствор чуть подсохнет, мне, в принципе, на это хватало. Выглядит это так, как будто вы нанесли мелкую шубу на фасад. Продолжение следует... Далее ждем, пока этот раствор чуть-чуть подсохнет. Но вот у меня получилось по времени. Примерно стенка 6 метров. Пока я нанес этот состав на всю стену, примерно уже через 10 минут после того, как я нанес, начал уже заглаживать. Заглаживал я обычной теркой. Но терка у меня была пластиковая. И легкими движениями, сильно не давя на эту терку, начал я заглаживать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разглаживать такую шубу теркой не сложно. На самом деле, если вы попробуете на каком-нибудь маленьком участке, поймете сам принцип, и вам всю стену будет сделать очень даже легко. Самое главное, это сильно не давить на терку. Естественно, когда вы наносите этот клей валиком, у вас не получится прям идеально так, как вы хотите. Я, конечно же, старался равномерно все это дело носить. Но все равно, естественно, там, где клея было больше, фактура будет более крупной. Ну а там, где клея было меньше, наоборот, фактура будет намного меньше. Обычным валиком сделать одинаковую фактуру, ну, очень сложно. Конечно, вы можете этого добиться, там, по 10 раз водить на одном месте, но это был коридор, и мне важна была скорость и кое-какое-нибудь покрытие. Поэтому его я и сделал. Ну а после того, когда декоративка подсохла, я, естественно, все стены загрунтовал и покрасил вот в такой цвет. Сейчас вам расскажу, почему мы выбрали такой цвет. Изначально мы хотели добиться, конечно, вот такого цвета. Это цвет оливка. Не знаю, получилось у нас или нет. Ну, в принципе, получилась оливка, но чуть-чуть светлая. Сейчас расскажу, почему мы все-таки не сделали такой цвет, который мы хотели. Хотели мы сделать это все, как говорится, цивилизованно, прийти в магазин, заколорировать нашу краску в определенный цвет, который мы хотим. У нас есть номер. Если вдруг чуть-чуть к этой краске нам не хватит, мы пришли с нашим номером, и там, не знаю, полтора литра дозаказали. Но случилась вот какая история. Пришли мы в магазин и говорим, вот мы хотим такой цвет. Прям выбрали в каталоге и говорим, нам, пожалуйста, заколорируйте ведро 15 литров, ну, что-то, да, 10 килограмм, наверное, 15 литров. Заколорируйте нам, пожалуйста, краску вот в такой цвет. Нам начали на этой машине, которая колорирует краску, считать, сколько же нам обойдется вообще весь этот самый процесс. И по итогу заколорировать краску в тот цвет, который мы хотим, нам сказали, что нам обойдется в 223 белорусских рубля. Конечно же, вы можете все перевести на свои деньги, но для нас, для белорусов, это, я вам скажу, дорогое удовольствие. Потому что, для примера, сама краска, которую мы хотели колорировать, стоит 100 рублей. А чтобы ее заколорировать, нужно отдать 223 рубля. И это мы добьемся всего лишь цвета одной комнаты. Ну, как вы понимаете, это слишком большие деньги. И мы решили, что мы сами попробуем заколорировать эту краску в тот цвет, который мы хотим. И поэтому решили работать вот такими вот колорантами. Я не знаю, в какой у вас стране они популярны, непопулярны, но у нас, в принципе, очень он популярен. Почти все им пользуются. Тоже удовольствие не из дешевых. Вот одна такая баночка примерно стоит 8 рублей. И вот, чтобы даже вот такого цвета добиться, вот здесь написано, что одна баночка на 1 литр краски. На это помещение ушло 15 литров краски. Вот чуть-чуть осталось для того, что если вдруг где-то что-то я поцарапаю, пока буду это все делать, можно будет подкрасить. Но в целом примерно 15 литров краски. И вот одна такая баночка, я напомню, стоит 8 белорусских рублей. А нам таких нужно 15, чтобы хотя бы добиться вот этого цвета. Я уже не говорю про темный цвет. Естественно, что мы сначала весь оливковый цвет скупили в наших магазинах, потому что, в принципе, не там его не так уж много было. И получилось нам набрать всего лишь 14 таких баночек. Вот мы их все вылили в это ведро, и получился вот такой цвет. Естественно, что мы темнее его уже в дальнейшем делать не будем, потому что это время, деньги, и, в принципе, нас вполне устраивает такой цвет. Может, опять кто-то скажет, у вас много зеленого, но что поделаешь, нравится нам зеленый цвет. А также, кроме холодного коридора, я еще занимаюсь работами на улице, потому что солнце у нас уже не печет, с неба не капает, и, в принципе, можно заниматься работами на улице, потому что лето не резиновое. И есть такие работы, которые нужно обязательно завершить до холодной осени. И вот одним из таких работ, это, естественно, фасад. И для того, чтобы сделать фасад, нужно установить отливы, потом сделать откос и установить все уголки. И поэтому приходится там чуть-чуть поработать, там чуть-чуть поработать. Ну, в целом, по чуть-чуть, но по итогу получается затем уже очень большой объем работы. Вот так выглядит, в принципе, отливы. Опять же, ничего сложного здесь нет. Как я уже говорил, вот это ОСБ я откручиваю. Вот, кстати, здесь есть пример. Вот наш откосик. Я его открутил и устанавливаю сам отлив. Стараюсь его, конечно, поставить по уровню, чтобы было красиво. Также по краям вот здесь вот чуть-чуть подгибаю, чтобы если вода вдруг протечет каким-то чудом сквозь мою штукатурку и силикон, чтобы она уже не затекала туда, по этому бортику она будет в этот бортик упираться и стекать по отливу. Такие изгибы на отливах я делаю только на старой части дома, где у нас есть деревянный каркас. Естественно, на газ силикатным этим заниматься я не буду. Просто ровенько заведу туда отлив и сверху сделаю откос из пеноплекса. И еще я начал заниматься нашей прихожей. Но об этом я расскажу вам в наших следующих видео. Поэтому, если это видео было вам полезным или интересным, не забывайте поставить лайк и написать какой-либо комментарий. С вами был канал из столицы в деревне. Всем пока!